МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. То ли еще будет? Мы еще увидим повышение цены от 1,5 до 2 рублей на АЗС нефтяных компаний. Чем грозит жителям России край отмена заморозки цен на бензин? Наличие частиц ртути в купленной колбасе подтвердили. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приехала с насыщенной программой. Президент перед Советом по спорту, который должны мы выполнять, это 80% детей, которые регулярно занимаются спортом. Гость Барнаула сегодня трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Бензин вновь дорожает. За неделю в Барнауле он вырос средним на 50 копеек. И это лишь начало. Сдерживать стоимость топлива перестанут 1 июля. Спустя год действия специального соглашения правительства и нефтяников по стабилизации цен. Но по мнению властей, бензин должен остаться таким же доступным. Верят ли в это на Алтае, узнавала Анастасия Драган. Рынок топлива стабилизирован. К такому заключению пришел вице-премьер Дмитрий Козак. В первый день Петербургского международного экономфорума он объяснил журналистам, что не видит причины дальше замораживать цены. На сегодняшний день из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашения после 1 июля, нет. До 1 июля еще полмесяца на Алтае за две недели уже ощутили перемены. Сначала на 15 копеек подорожал, потом на 25. Я и так стараюсь много не ездить. Бензин дорожает, все остальное дорожает. Автомобилем же продукты возят, продукты, все остальное техникой. Влияние бензиновой стоимости на продуктовую эксперты не отрицают, но просчитать его не берутся. Мол, ценой топлива могут и прикрыться. Сам бензин скакнет в теории до допустимой инфляции в 5%. На сегодняшний день мы увидели изменение цен в среднем 50-70 копеек. То по логике вещей до конца этого года мы еще увидим повышение цены от 1,5 до 2 рублей на АЗС нефтяных компаний. Но тут есть второй вопрос. Это АЗС частных компаний. Но если до конца года допустимый порог превысит, правительство обещало вновь вмешаться в ситуацию. В целом же в рамках Петербургского эконом-форума, где сделали заявление о разморозке цен топлива, вопрос бензина не обсуждали. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. Следственный комитет края возбудил уголовное дело после обнаружения ртути в колбасе. Наличие ядовитого вещества ранее подтвердила специальная экспертиза. Напомним, 6 июня жительница Барнаула купила в одном из магазинов колбасу, в которой обнаружила вещество, похожее на ртуть. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители изъяли подозрительный продукт и отдали его на экспертизу, которая подтвердила наличие частиц ртути. По факту сбыта продукции, не отвечающей безопасности жизни, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжим. Самая успешная фигуристка в истории парного фигурного катания в эти дни гостит в Барнауле. Ирина Роднина запланировала насыщенную программу. Сегодня первый день, конечно, не обошлось без автограф-сессии и визитов правительства региона об основных итогах Кирилл Политов. Барнаульская школа с номером 45 буквально взята штурмом. Главный герой встречи в плотное кольцо. Бесконечные автографы, словно признание в любви к миру. Она обладательница самых громких титулов фигурного катания. Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира. Многие советские девчонки пришли в этот вид спорта только чтобы быть похожими на эту хрупкую, но с сильным характером девушку. Правда, современные подростки мало что знают о легендарной Ирине Родниной. Что она завоевала? Большинство кубков России, можно сказать, мира. Она десятикратный чемпион. Олимпиаду выигрывала, нет? Да. В начале 2000-х Ирина Роднина вернулась из Америки, чтобы поднять отечественный спорт на новую высоту. С тех пор не останавливается. Про нее даже ходят легенды. Летать на самолетах чаще, чем стюардессы. Вот и в Барнауле Роднина уже третий раз за последнее время. Дел много. Одно из них – подписание соглашения с правительством края. Стороны обещают, этот документ на деле должен вовлечь как можно больше школьников края в занятия спортом. Наша цель основная – это выполнение тех задач, которые поставил в свое время президент перед Советом по спорту, который должны мы выполнять. Это 80% детей, которые регулярно занимаются спортом. Именно для этого создан специальный проект, который и курирует Ирина Роднина, одной из ее любимых детищ. В рамках проекта «Детский спорт» у нас развиваются несколько направлений. Это реконструкция спортивных залов в сельских школах, дворовый тренер, школьный спорт, строительство фоклов, физкультурно-оздоровительных комплексов и появившееся еще направление «Дворовый футбол». Завтра никакого отдыха Ирина Роднина обещает посетить фестиваль ГТО на стадионе «Лабиринт» и погулять по набережной Барнаула. Наверняка вновь будет новая серия селфи и автографов. Главное, теперь все-таки стоит подучить биографию кумира. Кирилл Политов, Андрей Печеркин. День с толком. Сегодня пришла грустная новость. На 92-м году жизни после продолжительной болезни скончался почетный гражданин Барнаула Алтайского края Анатолий Мельников. В 70-е годы он был председателем Барнаульского горосполкома. Именно при нем были построены многие знаковые объекты города. Алтайский госуниверситет, театр драмы, первая очередь мемориала славы. Особое внимание он уделял многоэтажному жилому строительству, а также благоустройству и озеленению города. Соболезнования семье и родственникам Анатолия Мельникова выразили глава Барнаула Сергей Дугин, а также депутатский состав Городской думы. Сегодня второй день работы крупного управленческого форума «Алтай. Территория развития». Для молодежи АТР – это не просто возможность получить новые знания. Здесь они свободно общаются с людьми, достигшими значительных высот в своей профессии. Среди экспертов – общественные деятели страны, политики, титулованные спортсмены, руководители успешных компаний, известные актеры, ученые. Почетными гостями форума стали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутаты Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Будьте дерзкими, в хорошем понимании этого слова. Мыслите нестандартно. Предлагайте те такие шаги, такие проекты, которые на первый взгляд могут показаться окружающим сумасшедшими. Но поверьте мне, именно такие проблемы, такие шаги, такое нестандартное мышление выстрелят, и вы станете, как сказал президент, настоящими лидерами перемен. Я уверен, что у вас многое получится и многое состоится. Я, дорогие друзья, я хочу пожелать вам действительно, вот этой энергии, которая, вот, вот, свободы и фантазии, и свободы мысли, которая присуща именно молодежи. Молодежный управленческий форум АТР в нашем регионе проводится уже в одиннадцатый раз. Главное, зачем сюда приезжает молодежь, принять участие в конкурсе проектов и получить на них финансирование от Федерального агентства по делам молодежи. Проекты, которые удостоятся грантов, мы узнаем уже в конце недели. Итоги подведут на закрытие форума АТР. В этом году он собрал более полутора тысяч участников. На Алтай приехали юноши и девушки со всей страны. И еще 13 стран. После торжественной части начались работа на дискуссионных площадках. Всего их в этом году ровно 20. «Агропрорыв», «Будь здоров», «Турпотоки», «Моя история», «Живи спортом» и другие. В рамках проекта «Диалог на равных» с молодыми управленцами встретились депутаты Государственной Думы. Михаил Дегтярев и Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Марат Бореев, Сергей Кривоносов, Игорь Станкевич, Сергей Чепиков, Бувайсар Сайтиев и Мурат Хасанов. Обсуждали патриотические инициативы, туристический потенциал страны, вопросы развития массового спорта и молодежного предпринимательства. Отметим, что основная цель форума АТР привлечь внимание талантливых управленцев для решения задач социально-экономического развития своих территорий. Я считаю, что атмосфера форума, в принципе, она очень многогранная, очень положительная, очень грамотно организована. И я считаю, что многие другие регионы могут брать пример. И Алтайский край меня очень положительно удивил. Идеи развития спорта, туризма и молодежной политики в Алтайском крае представили депутаты Государственной Думы. Там же в Белокурихе состоялось заседание выездного комитета с участием министров правительства региона, глав муниципалитетов и бизнеса. Это было своего рода подведение итогов трехдневной работы на Алтае. О проблемах, путях их решений и перспективах расскажем далее. Туризм. Алтайский край в этой отрасли по праву может рассчитывать на лидирующие позиции в стране. Созданные в рамках федеральной целевой программы объекты в Барнауле, Бийске и Белокурихе-2 направлены на увеличение туристического потока. Белокурихе-2 один из самых перспективных туристических проектов. На мой взгляд, это место претендует занять одно из самых-самых высоких мест вообще на карте туристической. Мест и точек притяжения на карте края еще много, в том числе мы говорим и про сельский туризм, мы говорим и про западную часть края, центральную, западную часть края, где возможности наших озер, грязь, оздоровление, это все в перспективе могло бы найти свое развитие. Туристический поток в Алтайском крае оценивается по-разному. Кто-то считает, что он превышает 2 миллиона, кто-то называет цифры скромнее. Но ясно одно, он имеет перспективы для роста. Нужно сосредоточиться на привлечении туристов. Одной природы, пусть и уникальной, и первозданной недостаточно. Запросы туристов растут. И для того, чтобы их удовлетворить, нужны новые направления. Например, гастрономические, эко- и сельские туры. Мы вышли с предложением в конце сентября привести информационный тур из федеральных туроператоров, чтобы они посмотрели вот этот продукт, потому что с нашей точки зрения, он действительно вот такой интересный. Он интересный, он новый для региона. И это тот продукт, который может выстрелить в ближайшие 5 лет, действительно дать нормальное, хорошее количество туристов. Но прежде, говорят, в ассоциации туризма Алтайского края нужно навести порядок и как можно скорее избавиться от так называемых нелегалов на туристическом рынке региона. Сегодня, по оценке специалистов, их доля во многом превышает тех, кто работает официально. И потерянная прибыль – не главная боль. Нелегальный бизнес и туризм вредит репутации региона, негативно влияет на формирование имиджа Алтая как современного туристического центра с высоким качеством сервиса. Сдерживает рост легального бизнеса. Четкого механизма борьбы с теневыми туроператорами пока нет, но вскоре он должен появиться. В профильном комитете данный вопрос уже рассматривают. На площадке нашего комитета, под комитетом ведется большая работа как раз не просто по частному внесению поправок в профильный 132-й закон, а по комплексному изменению вообще подходов к этому либо новому принимаемому закону. Обсуждались в эти дни и перспективы развития физической культуры и спорта. Главная задача – вовлечь в занятия спортом как можно больше детей. В ближайшие годы в рамках национального проекта в каждом муниципалитете региона должны появиться спортивные площадки. Есть в планах и строительство крупных спортивных объектов. Так в Бийске, например, появится свой ледовый дворец. Депутаты Госдумы высоко оценили взаимодействие бизнеса и власти в развитие социальной инфраструктуры. За счет местных компаний в Дружбе и Бочкарях Целиного района уже построены современные спортивные и социальные объекты. В планах – открыть бассейн. Депутаты пообещали помочь включить проект в федеральную программу. Виктор Петрович, я прошу вашей поддержки, потому что без вашей инициативы региональной, конечно, этого не будет. На заседание выездного комитета депутаты обсуждали киберспорт как социальное явление. Александр Прокопьев рассказал об особенностях развития этого вида спорта. О том, что на федеральном уровне постоянно идут дискуссии в профессиональном сообществе и на парламентских слушаниях. Коллеги, я думаю, что самое правильное, что мы можем сделать на этом этапе развития этого явления – это деликатно поддержать и не мешать развиваться, с учетом того, что у них это действительно получается. 8 сентября в Барнауле во Дворце культуры будет проходить финал третьего турнира Алтай Опен Кап. И такие крупные соревнования проводят далеко не во всех регионах. Турнир уже имеет официальный статус. За участие в нем спортсмены получают спортивные разряды и призовые. Наш турнир расширяет свои границы. В нем принимают участие киберспортсмены из разных регионов Сибири. Ребята действительно получают свой шанс состояться и, по сути, зафиксироваться на киберспортивной карте России. Так что уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Алтайский край находится в актуальном тренде по развитию киберспортивных дисциплин. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Будни. Впереди выходной, правда, только один. Завтра по всей стране празднуют День России. Барнауле его тоже отметят ярко. На набережной весь день будут выступать творческие коллективы города. А в 18 часов праздничная программа начнется на площади Сахарова. Концерты, спортивные старты и флешмобы запланированы во всех районах города. На площади Свободы в 12 часов откроется выставка ретро-автомобилей. Пройдет мотопробег под девизом «Рождены в Советском Союзе, сделаны в СССР». Позднее там же состоится поэтический конкурс. В кинотеатре «Премьера» для горожан бесплатно покажут несколько кинокартин. Художественную, Русь изначальная, и документальную «За взятие Парижа». Последнюю, кстати, сняли у нас на Алтае. У зрителей будет возможность встретиться с авторами. Еще в День России проведут несколько экскурсий, расскажут об истории аптечного дела на Алтае, а горно-заводском прошлом краевой столице и сводят на серебро-плавильный завод. Закончится праздник салютом, традиционно на площади Сахарова, начало в 22.30. Сразу после выпуска новостей прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эволара». У меня к этому часу все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин